С рабочим визитом Самару посетила московская делегация Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. В фокусе внимания оказались приоритетные направления в социальном обслуживании семей с детьми-инвалидами и лицами, имеющими нарушения ментального и психического развития. Честно, даже за такое короткое время, но я имею в виду этого конкретного визита, мы давно здесь бываем, могу сказать, что нам есть что привезти, что рассказать в Москве и что дальше вместе с коллегами дорабатывать. То, что мы уже вчера услышали о Регина Алексеевна и видели в учреждениях, уже даже что-то вы уже давно применяете. То, что, например, только на федеральный уровень заходит как новшество. На самом деле, сделано немало, и я, конечно же, выражаю искреннюю благодарность за то, что мы с вами сделали, и, конечно, сделать предстоит еще, наверное, больше. Любая деятельность, она тогда эффективна, когда этой работой занимаются люди профессиональные, а на этой работе еще неравнодушные. Для этих целей в регионе разработаны специальные маршруты помощи, которые подбираются для каждой семьи индивидуально. Сначала с семьей связываются сотрудники службы поддержки, после чего, исходя из ситуации, определяется метод помощи. Это может быть посещение группы кратковременного пребывания, курсы реабилитации, присмотр на дому, выездная реабилитационная бригада или даже комбинированные программы. Мы 19 человек через комиссию очно провели, и только вот у нас 8 детей из 19, да, мы поместили все-таки в детский дом интернета. Мы считаем это хорошим показателем. Это колоссальная работа в разрезе каждой семьи, это просто ручная работа, и где-то ручная сборка даже у каждой семьи. За прошлый год присмотр был оформлен более чем в 40 семьях, в общей сложности это 80 детей. Выездные реабилитационные бригады обслужили больше 60 несовершеннолетних. Еще 40 родителей обратились за психологической помощью по телефону доверия. В планах на ближайшее будущее организация сопровождаемого проживания инвалидов с ментальными нарушениями на новых площадках. Проведена подготовительная работа для создания тренировочных квартир для лиц с ментальными нарушениями в Тольятти. Там завершены ремонтные работы, закуплено оборудование. В квартире предусмотрены двухместные комнаты для проживания, кухня, гостиная, социально-бытовая комната, комната для досуга и другие. Также в планах создать центр дневного пребывания для детей-инвалидов на базе уже имеющихся интернатов. Мария Левина, Василий Колдашов. События.